Мы свернули с основной трассы и углубляемся в пустыню. В современной пустыне есть водопровод. В современной пустыне жить немного легче, чем это было 2000 лет назад. Но 2000 лет назад тоже люди здесь жили. Мы этому увидим доказательства. За горами мы видим долину Иордана. Еще дальше, совсем в тумане, Паавские горы на территории государства Иордания. А правее с трудом просматривается Мертвое море. Горы Иудейской пустыни горы очень-очень старые. И поэтому сильно подвержены эрозии. В горах много пещер. В пещерах этих в древности селились люди, отшельники, которые уходили из города в пустыню, в аскетический образ жизни для отмаливания своих грехов. И в какой-то момент отшельники объединялись в небольшие группы. И так возникли монастыри. В пятом веке новой эры в Иудейской пустыне было порядка 80 монастырей. Сегодня осталось 6 действующих монастырей. И перед вами один из них, который называется монастырь Георгия Хазевита. Георгий Хазевит, это не Георгий Победоносец, это разные люди, жившие в разное время. Георгий Хазевит вполне реальный монах, который проповедовал в нынешней Иордании. И здесь он основал монастырь, который существует по сей день. В этом монастыре есть две традиции. Одна традиция ветхозаветная, другая новозаветная. Ветхозаветная традиция вполне реальная, вполне каноническая традиция о том, как в пещере сидел пророк Илья и ворон приносил ему в клюве хлеб. Есть много икон с этим сюжетом, и есть описание этого сюжета в тексте Библии. Новозаветная традиция, не традиционная для всех христианских конфессий, а апокрифическая, православная традиция о том, что в пещере молился Иоаким о том, что у него жена Анна никак не забеременеет. И, как это обычно бывает, встретился ему архангел Гавриил и сказал, «Все будет у тебя нормально, возвращайся в Иерусалим». И Аким вернулся в Иерусалим, и вскоре Анна забеременела и родила Марию, в будущем мать Иисуса. Довольно долго монастырь был исключительно мужским и очень суровым уставом, то есть женщины туда не допускались. И если приходили паломнические группы, в которые включались и женщины, то они, женщины, ждали во внутреннем дворе. Вот мы видим вход в монастырь, увенчанный двумя флагами, греческим флагом и флагом греческого патриархата Иерусалима, и дальше внутренний дворик. Вот это место, где ждали женщины, мужчин, которые заходили внутрь в монастырь. Сегодня монастырь по-прежнему мужской, но уже с более либеральным уставом, и женщины туда, как посетители, могут входить. А рядом продолжали жить отшельники, и один из них умер, можно сказать, последний отшельник умер в 1962 году. Вот можно увидеть место, где жил этот отшельник. Прямо перед нами дверь в какую-то пещеру. Как туда добраться? Отсюда издали мы даже не понимаем, но туда можно добраться, поверьте мне. Отшельник умер в 1962 году. Его мумия находится в монастыре в отдельной келье. В XII веке монастырь был разрушен, и довольно долго в нем не было почти никакой жизни, и восстановилась она в XIX веке со значительной помощью паломников из Российской империи. В монастыре даже сохраняется самовар, на котором написано «Монастырю святого Георгия от Дениса Давыдова». Мы до сих пор не знаем, тот ли это Денис Давыдов, который был героем войны 1812 года, или другой, но надпись есть, и самовар есть, и когда мы спустимся в этот монастырь со временем, то мы увидим его и даже попьем из него воды. Впереди еще много интересного. До встречи в Иерусалиме! С вами, как всегда, экскурсовод Владимир Мак. Продолжение следует...